здравствуйте товарищ меня зовут михаил судаков на этом канале я реагирую на кип-поп а сегодня отреагирую на дебют певицы под никнеймом нетти песня под названием найтин 19 найти я знаю достаточно давно я ее видел в замечательном шоу 16 поэтому которого была сформирована группа вайс найти там тоже участвовала но участница 16 в итоге групп попала всего девять человек поэтому семер и семер ими пришлось так сказать расстаться и найти насколько я помню вылетела последнем эпизоде то есть принципе она достаточно хорошо держалась но она все-таки ей что-то не хватало видимо не хватало баяни не хватало танцевальных навыков и пения хотя в принципе все у нее было хорошо и ко всему прочему если честно она была просто мелкая тогда то есть она родилась 2002 году и а шоу проходил в 2015 сами посчитайте на тот момент когда началось шоу ей даже не исполнилось 13 лет то есть из процессе шоу исполнилось в принципе на шоу пришла 12-летняя девочка и на равных соревновалась с более взрослыми девушками и теоретически могла попасть группу вот слегка не дотянуло там многие не дотянули слегка там соми слегка не дотянула и не только она вот и поэтому уже ей большой респект она прям круто держалась она в принципе молодец но вот она была 2015 и до 2020 практически было под эгидой джоэпи интертеймент она была их трение но в этом году вроде к она перешла свинк интертеймент это компания которой под крылом есть а из ван частично а из ван это из интертеймент и помню что интертеймент в общем параллельнее занимаются one of one и было x one та самая группа которая была сообразована по итогам последнего продюсер мужского но она развалилась из-за скандала всевозможных поэтому сейчас вот у них бонова на звон найти и еще кто-то насколько я помню то ли пеестре певицы сольные вот тем не менее песня называется найти клип это официальный дебют с выступлениями со всей фигней как говорится так что давайте посмотрим и песня сколько я понимаю судя по приближить приблизительному примерному предварительному прочтению текста про любовь ну как бы почему нет девочки которые 19 лет да да и уже 19 исполнилось официально нет не исполнилось только исполняет следующем году везде обман песня называется 19 а еще 19 может быть по корейскому числению считается там же на год старше получается может быть в этом дело не суть важно давайте три два 2 1 поехали Нэти, конечно, очень возрослел. Я вспоминаю, когда она была мелкой. Она стала красивее. Странный разгон. Если это разгон, конечно. Здесь две нэти. Возможно, песня про любовь к самой себе, да? Вроде по тексту нет. Про любовь к человеку, к другому. И про выражение своих чувств. Сколько я помню, она была больше носовщица в 16, чем вокалистка. Пожалуй, в принципе, это, наверное, видно. Она поет нормально, но не как-то сверх выдающийся. Очень странный, конечно, промежуток. С монотонной музыкой на фоне и монотонным пенем достаточно. Ого, куча видеокассет. Ки, знаешь же, откуда они столько видеокассет взяли? Видимо, все барахолки рядом. Перевернули. Вот, кстати, хороший момент пошел, который мне действительно нравится. Такой объемный масштабный звук. И он исчез. При этом на этом кадре это видно, что это не две нети, потому что у них тупорост разный. Ну, прям каким фильм параллельный мир или что-то там вроде. Два мира, которые другого так соприкасаются. Но я не могу сказать, что меня песня впечатлила. Она меня не сильно впечатлила. Оно, конечно, симпатично выглядело, симпатичный клип. Найти умничка по умолчанию. Но просто она ничего не показала по части вокала потрясающего. И, по крайней мере, в этом клипе ей ничего не показали, не дали показать потрясающего по части танца. Она может, опять же, я это знаю, но не дали. Сорян. Давайте еще раз посмотрим и попытаюсь подробнее объяснить, что именно мне там зашло или не зашло. Ну, начинается она вообще как чисто, честно говоря, такая вокальная песня. Без намеков на какую-то танцевальную часть. Мне он, наверное, сказать, достаточно необычный вокал для кей-попа. Какой-то все-таки все еще очень детский. Это мило, пожалуй. В таких случаях принято говорить, типа, не сексуализируйте девушку, она слишком молодая. Но тут не получится, потому что она реально звучит, как ребенок. Вот этот момент очень странный. Очень странные монотонные достаточно инструменты и очень монотонная песня. Я понимаю, что они, видимо, подготавливают к припеву, чтобы припев показался более интересным. Но там уж сразу же она выходит на высокую ноту. А песня, конечно, попахивает очень сильно там 80-ми какими-нибудь. Особенно вот этой части, где монотонное пение. Ну и все остальное. Антураж тоже намек. Неон светит вовсю. Видеокассеты валяются. Очень детский голос. Вот. Не знаю. Я понимаю, что это прием такой. И это не потому, что там плохо санэкшировали и плохо задумали. Ну. Они пытаются действительно вот этот момент, не знаю, добавить еще больше ретро вайбов. И, кстати, прикольная картинка в правом нижнем углу. Смешная. Добавить ретро вайбов и монотонное пение должно действительно сделать так, чтобы следующий припев и там постхорус, они выглядели более, более грандиозно, скажем так. Более разнообразно. Но сам факт. Сам этот кусок мне не сильно нравится. Здесь нормальное пение уже. Так, кстати, момент мне понравился. Это было очень мило. Это было очень мило. Практически в полной тишине. Сейчас. Опять далеко отмотал. Ну, вот на фоне. Вот это. Это было очень мило. Приятный голос и приятная музыка. Вот это вообще хорошо. Во-первых, картинка красивая. Во-вторых, просто музыка красивая. Духовые синтезаторы. В сочетании с ударными. В сочетании с танцем. Это прям здорово выглядит. Немножко жаль, что после этого опять выходит на монотонный момент. Ну, какая-то улыбчивая. Пожалуй, заражающая позитивным настроением. Такое ощущение, как будто название песни подбирали исключительно под никнейм. Сама она из Таиланда. И поэтому имя даже боюсь выговаривать. Оно довольно-таки сложное. Да, сейчас ей 17 лет по европейским, американским и российским меркам. Пока не нинтин, извините. Но это достаточно близко. В сухом остатке. На самом деле, по второму прослушиванию, мне песня понравилась чуть больше. Во-первых, все-таки вот этот финал, он хорош. Мне бы хотелось, чтобы его побольше было бы-бы-бы-бы-бы. Во-вторых, наверное, когда ты примеряешься с этим монотонным моментом, когда играет музыка и Нетти монотонно поет. Не знаю, даже можно в него, наверное, погрузиться. Мяпка не получилась, но вы можете попытаться всегда. Вот. И в целом достаточно все качественно. То есть я не в восторге, но это неплохо. Какая же она мелкая, 152 сантиметра. Надеюсь, это... Ой, 152 сантиметра. Каравул. Ничего, такое тоже бывает. Вот. Ладно, всем спасибо. Не забудьте подписаться, поставить лайк. Напишите, что вы думаете об этом дебюте. Я бы, конечно, опять же, хотелось, чтобы она поработала с более интересными композиторами. Потому что я полез смотреть, с кем она работала. И там пара неизвестных чуваков. И, опять же, какие-то европейцы-американцы. Я от европейцев-американцев в последнее время в кей-попе ничего хорошего не жду. Они меня, в принципе, платят взаимностью. И ничего хорошего мне не дают. Так что ничего удивительного здесь нет. Мне просто кажется, не очень интересна у них музыка. Вот по части мелодии все фигово. Здесь была мелодия, но она, скажем так, не сильно запоминается. И вот. Ну ладно. Я потом, может быть, еще раз переслушаю пару раз вещь. И составлю свои окончательные впечатления. Но вот по итогам двух прослушиваний, это примерно так. Неплохо. Хотя хотелось бы чего-то большего. Но за ее карьерой я буду следить. Наверное, даже мне что-то понравилось больше, чем дебют с Уми. Пожалуй. Потому что дебют с Уми был все-таки очень стандартно-тедевский. То есть, вот, как бы, это был клон Blackpink. Как ты не крути, да? Я про это говорил. Где-нибудь здесь будет ссылка на дебют с Уми. Бёрздэй. С неплохими моментами, но клон. Здесь все-таки что-то как-то отличается. Есть какие-то свои интересные моменты. И поэтому эта вещь несколько интереснее. Но, опять же, пожалуйста, дайте девчонке хороших композиторов, и получится здорово. Сама она по себе прикольная. Всем пока. Лайк, подписка, колокольчик, share, ring, retweet и все такое прочее. Адьос.